друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы как и всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет с торговыми идеями где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь чтобы у вас было больше информации чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках и более осознанно аргументированно принимали решение относительно того или иного трейда ну что ж торговая сессия понедельника отличилась высокой волатильности для всех сегментов финансовых рынков но каких-то значимых фундаментальных поводов новых так и не появилось я заранее предупреждал то что эта неделя по содержанию экономического календаря точно не блещет таким количеством мощных отчетов как это было на прошлой неделе а статистика начнет появляться лишь ближе к концу недели мы на ней сфокусируемся но пока что работаем с теми тенденциями которые сложились ранее и старт недели в этой связи был довольно таки неплохим если не сказать что очень даже хорошим потому что и нефть и индекс доллара и европейская валюта собственное золото на которой мы делаем ставку в последние недели вышли на новые уровни и соответственно стали еще ближе к нашим долгосочным целям я вас с этим друзьям поздравляю но еще не вечер у нас довольно амбициозные планы потому чтобы достичь по каждому из этих инструментов экстремальных в прямом смысле значения поэтому нужно ждать друзья я думаю что впоследствии и в последующей неделе мы сможем приблизиться к тем целям которые ставили несколько месяцев назад в частности для бренд это точно выше 115 долларов за баррель возможно даже ближе к 120 что касается американского доллара индекс американской валюты именно его мы рассматриваем сейчас котировки 100 . 87 причем максимум вчерашнего дня был на отметке 101 каждый день каждая неделя доллар выходит на новые локальные максимумы приближается к нашей цели в районе максимальных отметок а со времен пандемии 103 104 пункта много раз я уже обращал ваше внимание на долгосрочную цель указанную на этой планке в качестве доводов о приводил рекомендации от многих инвестбанков то есть возможно мое мнение вам не интересно но друзья мне прислушиваться к точкам зрения именитых хедж-фондов и соответственно крупных аналитических команд по крайней мере неправильно чем больше точек зрения тем выше шансы что удастся точно определить какие-то более менее приемлемые целевые ориентиры нам не нужно по индексу доллара 110 ну хотя нужно конечно же мы сможем заработать больше но с точки зрения фундаментального фона так высоко я пока не смотрю 103 пункта вполне реально учитывая то что накануне мы уже по сути сделали сопротивление 101 чем лучше сейчас выходит статистика тем выше вероятность того что американский регулятор будет агрессивнее повышать процентные ставки и активнее сокращать баланс портфель активов накопленных за время пандемии и объем этого портфеля около 9 триллионов долларов на прошлой неделе статистики было достаточно первичные заявки на пособие по безработице мичиганский индекс роничные продажи ну и конечно же отчет по инфляции придраться не к чему во всех этих релизах мы увидели с вами сигналы относительно того что регулятор сша стоит быть все про активнее поэтому остается в данном случае просто расслабиться друзья и ждать майское заседание и два важнейших решения агрессивное повышение ставки на 50 байс на пунктов и соответственно старт программы количественного ужесточения вчера у нас была возможность послушать еще одно мнение представитель американского регулятора джеймса булларда мне кажется что это один из самых авторитетных членов американского регулятора и также как и лаэль брейнард и вильямса до него буллард подтвердил необходимость быстрого возвращения оставок нейтральным значениям нейтральные значения для американского регулятора с учетом планов которых фрс планирует достичь по инфляции это в районе двух с половиной процентов может быть даже повыше поэтому есть для ставки куда расти остается только ждать очень много вопросов друзья у вас в комментариях по поводу перспективы пары доллар и иена вчера кстати на вебинаре также был такой вопрос а сейчас котировки уже сто двадцать семь восемьдесят девять если говорить фундаментально именно об идее почему а пара доллар иена так активно растет это конечно же следствие контраста монетарных политик учитывая то что фрс ужесточает режим монетарной политики банк японии по-прежнему склонен проводить сверх мягкую экономическую политику но я хочу обратить ваше внимание что я не мог не заметить это что все чаще звучат комментарии от руководства банка японии относительно того что японская иена очень сильно просела но это по сути 20-летний минимум действительно буквально в двадцатом точнее несколько лет назад скажем так перспектива все-таки такая многогранная сейчас учитывая длительные отрезки времени и она потеряла более 40 процентов своей стоимости и это серьезные потери за на короткий промежуток времени конечно же сейчас есть высокая вероятность того что банк японии все же вмешается и остановит эту девальвацию через за валютной интервенции на каком этапе когда именно это произойдет я не знаю друзья но может быть это случится поближе к планке 130 н за доллар поэтому чтобы не попасть в просак мы на это паре очень хорошо заработали ранее я давал вам рекомендации мы покупали там чуть ли не со ста с копейками а скажем так сейчас лучше все-таки выйти из этого дуэта финансовых активов и сфокусироваться на других инвестор идеях которые имеют больше потенциал потенциал предсказуемого профита это например европейская валюта на текущей котировке 107 78 ждем 107 50 и потом уже 107 вчера я комментировал перспективы евро отметил что аутсаде рынка безусловно после заседания европейского центрального банка который так и не уточнил сроки первого повышения процентной ставки на фоне нежелания трейдеров рисковать учитывая продолжающийся кризис восточной европе и бодрый доллар но нет шансов у евро ждем еще и второй тур выборов во франции в это воскресенье хотя ранее уже отмечал что еще до выборов до пятницы мы с большой долей вероятности протестируем поддержку 107 то есть 80 пунктов в ближайшие дни легко еще можно выжать из этой валютной пары если кто не присоединялся к продажам ранее можете сделать это сейчас доллар канадец 1 2580 как и ожидалось слабость канадского доллара была недолгой инициатива снова пришла к покупателям и буквально почти фигуру мы потеряли в плане валютной пары ее стоимости а в ходе вчерашних торгов 1 2580 это еще не наш целевой ориентир нам нужно 124 но у канадца сейчас очень хороший бэкграунд в виде растущих цен на нефть и и как я отмечал анонса который был сделан на прошлой неделе от банка канады о начале программы количественного ужесточения 25 апреля начнется ждем друзья закладываем это в стоимость и соответственно зарабатываем на укрепление канадского доллара американский фондовый рынок snp 4400 пунктов а не нужно ликовать тем кто купил в расчете на то что фондовый рынок будет расти сейчас мы наблюдаем коррекцию общий новостной фон негативный для американского фондового рынка и соответственно цели которые ранее поставил и обозначил на планке 4 300 они все еще актуальны и что касается рынка нефти пару слов буквально сто тринадцать шестьдесят три доллара за баррель основной риск он никуда не делся это первая вторая третье четвертая пятая причина почему нефть будет расти эмбарго потенциальная шестой пакет финансово-экономических санкций возможно какие-то подробности о его сути хотя мы ее знаем но освещение в средствах массовой информации информация может быть дана уже на этой неделе ждем реализации риска еще большего сокращения поставок из россии и еще большего дефицита поэтому 115 120 это прежние целевоориентиры на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока